Сегодня третий выпуск по конкурсу «Монолог. Быть или не быть?». Опять 12 проб, причем есть пробы и от профессиональных актеров, и от творческих людей, и от людей, не имеющих отношения к творчеству. Поэтому вы, надеюсь, сможете среди 12 проб угадать, какая из проб будет от кого. Меня исключительно радует то, как вы записываете их, то, как вы публично размышляете на эту острую тему, а исходя из последних исследований, можно прийти к выводу, что Гамлет, по большому счету, если с нашей сегодняшней точки зрения на него посмотреть, он, конечно, экстремист, религиозный экстремист, который привозит другую религию в католическую Данию, Гамлет привез протестанство, и начинает вершить суд по своему усмотрению. Мне очень нравится, что мы находим связь с тем, что происходит в нашем сегодняшнем мире, ту актуальную ситуацию, в которой мы существуем, и что сегодня вопросы экстремизма, они для нас не менее важны. Причем вы так убедительно читаете свои монологи о том, что неправильно бояться того, что будет после смерти, а нужно взять в руки оружие и наказать врага. Но я хочу вас предупредить, что Гамлет, по факту, в конце произведения понимает, что он жесточайшим образом ошибался. То есть этот монолог, этот манифест в результате приводит его к чудовищному пониманию того, что он был неправ. Именно в этом и есть колоссальная ошибка Гамлета, которая является смыслом всего произведения. Фактически Шекспир осмысляет чрезвычайно важную для нас сегодня тему. Мне очень хочется, чтобы Шекспир по мере работы с текстом, по мере перевода, я сейчас закончил уже четвертую сцену, четвертого акта, и довольно быстро движусь к концу. Я думаю, что в течение месяца я черновой текст абсолютно точно закончу, и мы будем знать, чем кончилась история. Мне очень хочется, чтобы Шекспир стал актуальным сегодняшнему дню. Потому что Гамлет Смоктуновского не актуален никаким образом. Он не имеет отношения к тому пространству, в котором мы существуем. Гамлет Высоцкого был скорее про то, как задавлен человек в момент идеологического давления со стороны государства, но опять-таки не имел никакого отношения к тому, что писал Шекспир. Очень хочется, чтобы результатом работы и моей, и Вашей в данном случае была бы актуализация Гамлета в сегодняшнем, в современном мире. Еще раз напомню, что тот текст, который я выложил для скачивания, текст монолога «Быть или не быть», это лишь рекомендация. Мне очень нравится, когда Вы дополняете его какими-то словами от себя. Если Вы хотите переписать что-то в этом тексте, да ради Бога, переписывайте так, как Вы считаете нужным для того, чтобы Вам на ухо это ложилось комфортно. Потому что текст – это ведь всего лишь мысль. Если Вы правильно понимаете мысль, которую поднимает Гамлет, и между чем и чем он предлагает выбрать, он не предлагает, он для себя уже выбрал. Он лишь декларирует свой выбор, что его выбор в его руке в виде шила или заточки. Бесконечные споры по поводу того шила, заточка, кинжал. Мне тоже заточка не очень нравится. Да, и я думаю между заточкой, шилом и еще чем бы то ни было. Но пока в понимании того, что это подлый, неожиданный, коварный удар чем-то таким, что является неблагородным инструментом, пока она достаточно точно иллюстрирует то, что Гамлет хотел сказать. Потом, когда я буду доводить монолог уже до финального печатного варианта, возможно, я найду какой-то более правильный аналог этому слову. Почему я улыбаюсь? Я вспомнил ту пробу, которую мы видели в предыдущем выпуске, где товарищ был в маске, последний, и который говорил «заточкой в печень никто не вечен». Мне понравилась эта рифма, которая родилась у него импровизационно. Поэтому я жду ваших новых проб, и я вижу в тех пробах, которые приходят, чрезвычайно важный и актуальный поиск с вашей стороны. И мне чрезвычайно отрадно, что я смог даже на этапе перевода материала Гамлета актуализировать для вас то, что там происходит. Я обещаю вам, что каждый из персонажей, которые находятся в произведении, и Гертруда, и Полоний, и даже эти самые, господи, Гильденстерн и Резенкранц, каждый из них станет для вас важен и понятен так же, как для вас становится понятен Гамлет в рамках данного монолога. Шекспир написал действительно великое произведение. Только, к сожалению, до сегодняшнего момента его никто не прочел и не прочитал и ужасно перевел. Я периодически поднимаю варианты существующих переводов. И просто вот то, что люди написали там, вот английский текст, где все понятно дословно, и все понятно, а в русском тексте у Лозинского, хотя у него самый точный перевод, у Пастернака, у которого самый неточный перевод, там написано что-то невообразимое, просто поперек того, что написано в английском тексте. Я все время спрашиваю, почему? Надеюсь, что тот текст, который я доделаю, и я, будет таких недостатков лишен. Все, перестаю хвастаться, смотрим новые пробы. Сам текст я не могу до конца прочувствовать, потому что местами мои собственные мысли бегут куда-то дальше. По ощущениям, монолог какой-то незавершенный. Не хватает той части, где он намекает, что его смерть не пугает, и для решения своих проблем он готов пойти на крайние меры, как бы подводя черту под своим же вопросом и отвечая на него, зная, что его слышат за шторкой, чтобы они напугались. Итак, жить или не жить? Тот еще вопрос. Что лучше? Смириться? Продолжать влачение существа, снося безжалостной судьбы клевания? Или с оружием в руках восстать и, наконец, сбросить это бремя? Просто навечно уснуть, не более. И в этом сне избавиться от недугов присущих телу и всех его страданий. Как можно не желать подобного? Уснуть смертельным сном и может даже видеть сны. Так вот в чем загвоздка. Что ждет нас после жизни, пока в забвении отдыхаем мы от тяжести ее? Подумайте, что можем мы увидеть там? Ведь только глупо этот страх, но заставляет смиренно продлевать мучительную жизнь. Срубый век терпеть безропота, терпеть презрение властей, А плеванный любви позор терпеть, терпеть бездействие закона. Недостойно примириться с этим, когда любой из недостатков этих В одно мгновение исправит с обрыва шаг или заточкой в бок удар. А если бы не страх перед неведомым, Кто б стал спину гнуть тогда под тяжкой ношью? Смердеть, плестить вперед, кряхтя от напряжения, Под грузом боли и страданий. Если бы не ужас от того, что ждет нас после смерти. Куда он попадет? Туда, откуда ни один еще не возвращался? Колволомка эта заставляет нас скорее смириться со знакомым злом, Чем встретиться с пугающим неведомым навьем. Размышления эти превращают в трусов нас. От разъедающих ум страшливых мыслей решимость наша блекнет на глазах. И все слова, истории, достижения, Теряя основания для величия своего, В итоге превращаются в ничто. Так, тише ли. Прекрасная Офелия, о Мимфа, Надеюсь, молитвами своими Ты отмолишь все мои грехи. Прекрасная Офелия, о Мимфа, Быть или не быть? Вот он вопрос. Что лучше? Смиренно продолжать существование С насогонения безжалостной судьбы Или восстать с оружием в руках И, наконец, расстаться с жизнью. Умереть, не быть, уснуть, не более того. И в этом сне избавиться от всех страданий и недугов, Присущих тем. Как можно не желать подобного конца Умереть, уснуть И, может, даже видеть сны. Эй! Вот загвоздка, что ждет нас после смерти, Когда в забвении от тяжкой жизни отдыхаем. Подумайте, что можем мы увидеть там. Ведь только этот глупый страх Нас заставляет смиренно проклевать Мучительный режим. Безропотно терпеть суровый век, Презрение власти, Позор, оплеванной любви, Бездействие закона. Сносить такое просто недостойно, Когда любой из этих недостатков В одно мгновение исправит удар Заточкой нога. О, если бы не страх перед неведомым, Кто бы тогда под нашу тяжкую стол Спину гнуть, Смердеть, как ихтеть от напряжения, Но плестись вперед, Когда б не ужас От того, что он увидит после смерти, Неведомый страны оттуда ни один Ещё не возвращался. Голова ломка это заставляет нас Скорее милиться со знакомым злом, Чем встретиться с неведомой бедой. Так размышления нас превращают в трусы. Природная решимость блекнет на глазах Разъедающих её трусливых мыслей. Великие свершения, Великие моменты в итоге Превращаются в ничто, Теревая своё право на величие. Но прошу, Потише. Ну что ж, Прекрасная февия, О, нимфа, Надеюсь, ты помолишься за все мои грехи В своих молитвах. Быть или не быть? Вот он вопрос. Что ж лучше? Смиренно продолжать существование, Снося гонения безжалостной судьбы? Или восстать с оружием в руках? И, наконец, расстаться с жизнью? Умереть? Не быть, не быть, уснуть, не более того. В этом сне избавиться от всех страданий и недугов, присущих телу. Как можно не желать подобного конца? Умереть? Уснуть? И, может, даже видеть сны. Вот где загвоздка. Что ждет нас после смерти? Пока в забвении от тяжкой жизни отдыхаем. Подумайте, что можем мы увидеть? Ведь только этот глупый страх Нас заставляет смиренно продлевать мучительную жизнь. Безропотно терпеть суровый век. Презрение властителей. Позор оплеванной любви. Бездействие закона. Сносить все это просто недостойно. Когда любой из этих недостатков В любой момент исправить может Один удар за точкой ПОК. О, если бы не наш тупой Животный страх перед неведомым. Кто бы тогда под ножей тяжкою Стал спину гнуть. Смердеть, криктеть от напряжения, Но ползти вперед. Когда б не ужас от того, Что он увидит после смерти. Неведомой страны, Откуда ни один еще не возвращался. Головоломка эта Заставляет нас скорее мириться Со знакомым злом, Чем встретиться с неведомой бедой. Так размышления нас в трусов превращают. Природная решимость Блекнет на глазах От разлагающих ее трусливых мыслей. Великие свершения, Великие моменты в итоге превращаются в ничто, Утратив свое право на величие, Теряясь вреда страха. Но кревую этому я глух. О, прекрасная Афелия. О, нимфа. Скорейший молитвенник, Безбожно толстый. Коль вознамеришься Отмаливать ты все грехи, Что я свершу? Быть или не быть? Вот он вопрос. Что лучше? Смиренно продолжать существование, Снося гонения безжалостной судьбы? Или восстать с оружием в руках И, наконец, расстаться с жизнью? Умереть? Не быть? Уснуть? Не более того. И в этом сне Избавиться от всех Страданий И недугов Присущих Силу. Как можно не желать Подобного конца? Умереть? Уснуть? Может, даже видеть сны? Эй, вот и загустка Что ждет нас после смерти? Пока в забвении О тяжкой жизни Отдыхаем? Подумайте, что можем мы увидеть? Ведь только этот глупый страх Нас заставляет Смиренно продлевать Мучительную жизнь Безропотно терпеть Суровый век Презрение властей Оплеванной любви Бездействия закона Сносить такое Просто недостойно Когда любой Из этих недостатков В одно мгновение Исправит удар за точкой В Бог Ой, если бы не страх Перед неведомым Кто бы тогда Под ношей тяжкою Стал спину гнуть Смертеть Кряхтеть от напряжения Плестись вперед Когда б не ужас От того, что он увидит После смерти Неведомой страны Откуда ни один Еще не возвращался Головоломка эта Нас заставляет Скорее мириться Со знакомым злом Чем встретиться С неведомой бедою Так Размышления Нас превращают В трусов Природная решимость Блекнет на глазах От разъедающих Ее трусливых мыслей Великие свершения Великие моменты В итоге превращаются В ничто Теряя свое право На величие Ну прошу потише О прекрасная Офелия О нимфа Надеюсь Ты помолишься За все мои грехи В своих молитвах Охер Субтитры сделал DimaTorzok